здравствуйте уважаемые телезрители с вами снова программа патриотическая позиция и сегодня мы обсудим ряд актуальных вопросов ну само время дата вот август месяц конец августа заставляет задуматься о итогах скажем так 26-летия независимости так называемой независимости украины там есть что обсудить есть определенные цифры которые не так давно были опубликованы следующий вопрос очень важный для развития нашей донецкой народной республики это работа предприятий на которых в марте месяце было введено внешнее управление те предприятия которые сейчас входят в организацию внешний торг сервис третий вопрос будет посвящен международной панораме то есть там в сирии в кндр сша произошел целый ряд интересных актуальных событий о которых стоит упомянуть которые стоит обсудить ну что поехали ну что ж друзья давно не виделись вот нас летний период закончился пора снова переходить к актуальной политической повестке в данном случае украина вот на прошлой неделе очень громко отмечала свое 26-летие со дня провозглашения я не помню с чего там акта по-моему независимости да в 91 году что было сделано в общем и связи с этим даже на украинских ресурсах появился ряд материалов где в паблик были показаны цифры сравнение скажем так конечно в определенной мере условные сравнение итогов 91 года о ссср если нынешней так называемой независимой украины вот об этом поговорим а сначала мы даем слово сергею цыплаково каждая годовщина независимости это время подводить какие-то итоги если итоги нелицеприятны и показать нечего тогда вот украина устраивает шоу шоу было устроено на крещатике с участием иностранных войск я честно говоря не понимаю почему российские сми уделили этому такое большое внимание украина понятно им надо хотя бы что-то показывать и хоть в чем-то находить перемоги да но то что несколько государств провели по одному взводу своих своих войск по крещатику это показывает просто уровень поддержки который дальше пиара в этом плане не идет дальше попыток подразнить россию российское общество российскую политику я думаю политиком не ведется а вот все-таки сми уделяют этому какое-то внимание если же брать об объективных итогах украинского проекта то они очень нелицеприятны и взять хотя бы тот факт что за 26 лет независимости украина потеряла 10 миллионов человек населения особо характерный показатель да это говорит о том что независимость вредна для здоровья украинца но такая независимость которая есть на украине но в рабочем похоже на зависть не было никогда то есть эти цифры они сравнимы с результатами великой отечественной войны то есть вот такие потери кроме того государственный долг и это в украинских источниках приводится он увеличился с 3 миллиарда в 91 году достиг 71 миллиарда в 2016 и здесь не идет речь еще о долге общим внешним до который состоит еще из долгов субъектов предпринимательской деятельности до корпоративных долгов которые тоже значительно увеличились но грубо говоря девяносто первом году они были на уровне нуля сейчас они тоже исчисляются в десятки миллиардов долларов если положительная динамика вот ввп увеличился на 20 процентов какой нюанс по ввп да и они дают цифры что ввп у них вырос на 20 процентов 77 миллиардов долларов девяносто первом до девяносто трех миллиардов в 2016 но здесь вот во первых вопрос в том что доллар 91 года и доллар 2016 года ну они более чем в два раза отличаются по покупательной способности и прочему к тому же ввп такой интересный показатель что его как бы можно посчитать очень по-разному в выгодной пользы хочешь показать низкий ввп посчитаешь один перечень там услуг товаров и так далее считать по-моему даже набранные долги можно вписать себе в ввп это в деньги в плюс и так далее хотя по сути да кредиты я имею ввиду поэтому показатель ввп он очень скажем так неоднозначный поэтому вводят различные ввп как по паритету покупательной способности и так далее хотя и это тоже достаточно такой ну то есть говорят если привести к цен 2010 года они помнят по международной организации до высчитывает одна из между организаций показатель на цена 2010 года и окажется что в этом случае экономика украины не выросла уменьшилась уменьшилась на треть то есть вот и хотя показатели именно в миллиардах долларов больше но когда мы дальше пойдем рассматривать мы увидим что практически все сферы экономики все сферы жизни они снизились и снизились значительно тут как бы однозначно понятно что уровень жизни в украине за последние 25 лет существенно отстал от уровня жизни практически в той же украине в ссср нюанс какой я вот когда думал над этим вопросом оно не так очевидно то есть когда мы так очевидно знаете почему ты хотел сказать оно не так очевидно потому что большинство украинцев просто не живут и там в европе в израиле в америке то есть ты имеешь ввиду от тренда он отстал он отстал от качества жизни от повысившегося во всем мире качества жизни я согласен отстают они возвращаются на период 91 года но весь мир уже после 91 года это правильный аргумент абсолютно но я хотел бы сказать что и те цифры которые сейчас сравниваются по качеству жизни они не учитывают многих вещей то есть например когда типичный аргумент да о том что вот в ссср был дефицит а сейчас полны полки во всех супермаркетах но не учитывается потребление на душу населения там мясо молока яиц которые дорогие продукты сложные по производству да ну я имею ввиду как бы более сложное чем там хлеб там и проще там продукты растения и водства и они однозначно ниже сейчас в среднем по стране чем были раньше кого-то конечно есть и амар и икраль любого цвета до большинство населения в конечном итоге то есть качество жизни мне кажется это совершенно абсолютные показатели это ее продолжительность и демографическая ситуация то есть рост либо же снижение населения то есть соответственно две ключевые для ключевых кастуль показателя ческать а с другой стороны мы можем сказать что в европе при их там супер высоком до качестве жизни то есть идет депопуляция то есть там япония то же самое но там идет рост продолжительности жизни то есть в украине не наблюдается ни того ни того тут мы тоже рискуем попасть в одну очень опасную опасной такой ошибку да вот например в этом отчете о котором мы говорим да по экономике украины и так далее по сравнению с девяносто первым годом показывают снижение младенческой смертности значительно по сравнению с девяносто первым годом но не не показывают там меньше значительное количество до значительное снижение рождаемости в принципе то же самое идет речь об образовании то есть по своей глупости они показывают не только количество аспирантов докторов наук и так далее их количество в абсолютных цифрах увеличилась в разы на украине сейчас докторантов и аспирантов но количество разработок и изобретений зарегистрированных оно снизилось в разы то есть если раньше в среднем на одного аспиранта и докторанта приходилось одно изобретение это в год я так понимаю показатели то сейчас на 10 аспирантов и докторантов приходится одно изобретение то есть в целом качество дипломов которые которые выдаются сегодня она наверно ценность их равна ценности бумаги на которой они печатаются пластика вернее интересно показывают цифры по сельскому хозяйству то есть по сельскому хозяйству судя по цифрам этого отчета кажется что есть рост вот производство зерновых как бы в два раза и так далее и так далее производство картошки увеличилось овощей но оказывается что если по про по промышленности не давали абсолютные цифры то здесь дают на душу население и когда мы вспоминаем что украины на 20 процентов сократилось население за это время то эти цифры роста они кажутся уже не такими красивыми и даже ну вот если говорить о том что выросло вот выросла производство зерновых но за это время в той же самой россии она выросла чуть ли не там не в два раза производство сахарной свеклы при этом сократилась чуть ли не в четыре раза на украине потому что украина потеряла одного из основных своих покупателей сахара это была россия которая практически не было производства сахарной свеклы сейчас россия уже экспортируют экспортирует сахар вот есть один показатель подсолнечная масса вот здесь абсолютно вот здесь абсолютно рост потому что это очень востребованный на рынке продукт и это насколько как бы мнение специалистов сельском хозяйстве известно это та сфера которая истощает почву и которая имеет определенное ограничение на производство в той же европе сейчас эксплуатация без оглядки на будущее то же самое с рабсом то же самое с другими такими тяжелыми тяжело быть аграрной сверхдержавой в этом отношении и тем не менее если говорить в целом глобальной теме независимости это скорее всего независимость конечно же не вычисляется количеством произведенного там масла и так далее и так далее я не говорю о том что это показатель или не показатель независимости хотя зависимость здесь я хочу подвести что то есть в любом случае любая независимая страна она ну если хотите там впереди планеты всей да и соответственно то есть мы говорим о смене каких-то технологических укладов мы говорим о модернизации экономики то есть достаточно уже сегодня там просто производить электроэнергию хотя это важно да не достаточно сегодня просто плавить металл это важно важно ставить какие-то новые отрасли то есть сегодня говорят о цифровом буме то То есть это уже новая экономика, нового порядка. Соответственно, в этом смысле Украина даже и не начинала. То есть сравнение с 1991 годом, то есть я помню вот эти замечательные советские учебники, в 1913 году мы там то-то, то-то, то-то. То есть когда все-таки мир идет вперед в плане экономического развития и в плане каких-то новых отраслей, то, соответственно, Украине приходится довольствием сравнениями с самим собой же 1991 года. Потому что если сравнивать с какими-то близлежащими странами, то, соответственно, сравнение будет не то, что не в пользу, а сразу будет показано то, что эти 25 лет они выпадают. Ну, и очень важный, надо оглянуть момент такой на тренд. То есть они отчитались тоже, что у них количество пенсионеров сократилось. Но оно тоже сократилось в абсолютных цифрах. А процент пенсионеров, даже при том, что они поднимали пенсионный возраст, с которого люди уходят на пенсию, он увеличился до 28%. То есть это просто показывает, что сколько плюс рождаемость, сколько-нибудь далекой перспективе Украины не существует. Потому что здесь не существует украинцев на этой территории через уже достаточно скорое время. И это достаточно... Ну, понимаете, вот здесь бы хотелось избежать каких-то крайностей, потому что была такая иллюзия на каком-то определенном этапе, что Украине осталось совершенно немного, и она вот-вот распадется. Но эти вот-вот, это уже три года, и как бы там ни было, то есть Украина смогла как минимум по сельскому хозяйству сохранить определенные свои позиции. и, соответственно, говорит, что вот-вот она распадется, и тем самым... Нет, мы не говорим. Нет, просто деградация, педенция. Я дело в том, что не могу сказать, что я среди тех, кто рад, что ситуация как бы имеет такую динамику. Потому что, ну, как бы, это все-таки наш народ, это русские люди, там, малоросы, там, украинцы. Даже вот наш народ, это одно дело. С другой стороны, крушение такого, одного из самых больших государств в Европе, оно однозначно, ну, если хотите, когда большое здание рушится, вокруг все разлетается. Соответственно, эффект волны, он пойдет и очень далеко пойдет. Мне кажется, одна из причин, почему Украину поддерживают, в том числе и с западной стороны, в том числе и с российской стороны, потому что мы видим, как руководство России, то есть, давно бы могло ухудшить ситуацию на Украине, то есть, мы помним ситуацию с долгами, помним ситуацию с газом, помним ситуацию с углем. То есть, тем не менее, даже при всем при том, что вот мы сегодня вернемся к блокаде, да, то есть, когда блокада была объявлена, российские компании начали поставлять уголь в Украину. То есть, естественно, и при желании обрушить все, и естественно. Другие, совершенно другие. То есть, да, здесь не выгода преследуется, в первую очередь, и не какие-то... Поэтому, вот, если хотите, то искусственно, но Украина поддерживается на плаву, и она так... Тенденция все равно негативная, в основном она идет из Запада, то есть, вот, что Украина просто как страна-потребитель западной продукции, как страна для вывоза ресурсов... То есть, зависимое положение, ну, условно говоря, там, колония и митрополия, да? Я бы хотел сказать, что на удивление, даже самые упоротые сторонники Майдана все это все прекрасно понимают. И то, во что, как бы, они втравили целую страну, уже не подходит им. Поэтому, некоторые из них, вот, как, например, поэтесса Майдана, знаменитая Евгения Бельченко, она уже утверждает, что в России мне жить комфортней. Там, вот, она по этому поводу, конечно, рефлексирует, что вот, Украина маргинализируется и так далее. Когда переехала, я не знаю точно, но она уже... Так, есть, когда переехал, не помню. Да, но она уже утверждает, что... Это не когда мы не будем братьями? Нет, 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 это другая, да. Вот Юлия Мостова, главный редактор «Зеркало недели», тоже достаточно националистический проект. Это издание, соответствующее. Да, я же говорю, националистический проект. Она говорит, что хочет уехать от несостоявшейся независимости. Вот так вот. Говорит, что мы потеряли территории, усохли в демографии, почти добили медицину, образование и промышленность, грохнули науку. Ну, как бы грохнули науку. У них в 10 раз больше докторантов и аспирантов, чем было при СССР, чем обжаловаться. Но реально это ничего не стоит на самом деле. Скорее всего, мы еще, вот, я хотел бы маленькую ремарку, да, то есть, бывают же количественные, бывает качественные изменения. Соответственно, вот такими буквально кричащими показателями того, что независимость потеряна и это совершенно зависимая страна, является политическое руководство. Потому что сложно вспомнить за эти 25 лет, когда в правительстве было такое количество людей, просто иностранных граждан и далеких от того, чтобы быть суперпрофессионалами. Да, то есть, это просто какие-то политиканы. Политические назначения. Да, да, да. Соответственно, это впервые так, что в такой большой стране такое количество людей, приглашенных иностранцев, которые занимают ключевые должности. И при всем при этом, они еще не несут никакую политическую ответственность в Украине. Скорее всего, несут какую-то ответственность перед кем-то где-то там. Я думаю, пора нам поставить точку на этом вопросе. Значит, мы надеемся, что все-таки здравомыслящие люди появятся на той территории и, в конце концов, приобретут критическую массу, приобретут к изменениям. Только хирургическая операция. Другого пути не быть. Возможно, с помощью хирургических метров в том числе. Хорошо, переходим к следующему вопросу. Он у нас посвящен уже тематике Донецкой Народной Республики. Уважаемый телезритель, второй вопрос посвящен работе предприятий, которые переведены под внешнее управление. Надо, наверное, вспомнить историю. То есть, это все было связано с блокадой номер один, инициируемой радикалами с украинской стороны, различными этими добробатами. Семенщенко там мелькал. Потом это все возглавило государство Украина. То есть, фактически, наша промышленность была на грани остановки. И именно тогда Руковская Республика нашла способ ввести внешние администрации, нашли источники сырья и рынки сбыта. Понятно, что с марта месяца этот процесс организационно пошел. В дальнейшем он набирал оборот. Насколько мне известно, по состоянию где-то на лето, по ряду отраслей, где работают предприятия, которые входят сейчас в внешторгсервис, Рост составлял до полтора раза объем вырастал за месяц. И, в принципе, на эту осень планировалось выход по металлургии, по крайней мере, на уровень доблокадный, на уровень 2016 года производства. Но мы понимаем, что, наверное, в 2016 году были уже определенные сложности ограничения объема от довоенного. Ну и уж тем более от уровня 1991 года. Вот насколько мы можем, скажем так, развить наше производство в тех сложных условиях блокады, тем более мы уже знаем и вторую блокаду анонсировали, наверное, это в международной поиске больше обсудим. В тех нынешних условиях, насколько мы можем сохранить, примножить и развить наше предприятие и сохранить опять-таки социальный фактор, то есть и уровень заработных плат, и социального обеспечения, то есть все эти вещи, от которых Донбасс пронизан этим. То есть это промышленный регион, да, и мы тесно связаны с этими предприятиями и с их рабочими коллективами. Хотелось бы отдать слово Евгению Орлову по этому вопросу. Небольшую прелюдию все-таки скажу, прежде чем перейти в условия грехов к этажу. Естественно, это пристальное внимание всей общественности к работе, ну, не только внешний сервис, а в целом к самому процессу, потому что мы говорим не только о хозяйственной деятельности, мы говорим о социальном эффекте, мы говорим о в общем фоне хозяйственной деятельности в республике. То есть в моем понимании, выскажу собственную позицию, то есть мы перешли к тому этапу, когда уже невозможно относиться к деятельности этих предприятий, просто как к хозяйствующей деятельности, да, потому что фактически мы можем говорить о том, что создание этого предприятия, изменения в работе, они связаны с политическими моментами, и в том числе и депутаты Народного Совета несут политическую ответственность за решения, то есть эти предприятия же не куплены на обыкновенных торгах, да, обыкновенным собственникам. То есть было политическое решение, и в том числе Народного Совета, когда мы голосовали правки по работе нерезидентов, потом были ряд существенных льгот для этих предприятий, которые тоже носили политический характер, поэтому, как мне кажется, совершенно справедливо, что и политические деятели, и общественные деятели, граждане ДНР имеют полное право получать информацию, мониторить ситуацию, и это все должно быть посещено прозрачным процессом работы контура внешних сервисов и этих предприятий, потому что еще раз хочу подчеркнуть, что многие решения, они относились как раз не просто к коммерческой деятельности, где купи-продай, а именно к политическому решению. В этой связи и я плотно интересуюсь работой, потому что хотелось бы, конечно, чтобы этот процесс на самом деле приобрел такой вот, ну если хотите, знак, символ того, что историю можно повернуть спять, потому что 25 лет, вот мы говорили о истории Украины, да, то есть мы за 25 лет посмотрели как либеральный дискурс и желание калькировать какие-то западные механизмы, да, к чему они приводят. Соответственно, у нас появился, вот если хотите, шанс обратить историю вспять и показать, что возможно иные процессы, они имеют свои преимущества и через возрастление, обобществление и так далее, то есть возможно добиться каких-то определенных положительных моментов и избежать тех негативных тенденций, о которых мы говорили, когда суммировали 26 лет истории независимости Украины. Поэтому вот эта большая задача, декларативная задача, она, конечно, должна всегда присутствовать при рутинной работе сегодня, как мне кажется, всех, кто так или иначе связан с процессом восстановления, а в дальнейшем и наращивание темпов производственной промышленности, которая сегодня перешла под внешнее управление, государственное внешнее управление. Что касается работы предприятий контура внешних сервисов, то есть мы говорим о крупных металлургических заводах, коксохим предприятия, угольные предприятия, да, то есть это такие флагманы тяжелой и сложной индустрии Донбасса, то действительно проект, ну, малый пример в истории, когда можно вот с нуля запустить такие сложные инфраструктурные объекты. Тем не менее, это удалось, и можно смело говорить о том, что вот та какая-то критическая фаза, когда еще было непонятно, что же дальше и к чему мы можем прийти, и какая-то была неопределенность, то есть эта фаза закончилась, да, то есть предприятия заработали. А была такая фаза, просто в СМИ-то все было всегда как бы гладко-нормально. Я к чему говорю, то есть гладко-нормально в СМИ, но все прекрасно понимают, да, что когда ты приходишь на такое большое предприятие, и как мы знаем, что... Были риски определенные. Да, документация ушла вместе с собственником, тут эта блокада, соответственно, полностью нарушена вся логистика, абсолютно вся логистика, то есть Украина в буквальном смысле слова перекрыла железнодорожное сообщение. Иного сообщения, которое может доставлять такие большие грузы, просто физически нет. Поэтому необходимо искать было новых поставщиков, а необходимо продумывать опять логистические цепи. То есть это сумасшедший труд. Поэтому, естественно, то есть если не брать просто заявление СМИ, а говорить, вот, пожалуйста, давайте делать, да, то это очень сложная работа. Поэтому, естественно, что были определенные опасения, что, как и где. Потому что мы понимаем, что даже государство определенный период времени, то есть два месяца говорило о том, что это будет период поиска, период налаживания и так далее, и так далее. Но, как бы, получается, период этот, он затянулся, правильно? Даже по сравнению с ожиданиями. Нет, на самом деле, по многим предприятиям этот период не затянулся, потому что, если бы предложил взять у всех на слуху, Янакевский монотургический завод, да, то есть там запущены две печи, их всего три, ну, там есть четвертая, ну, так, в основные три печи, и, соответственно, две из них запущены. То есть в тех сложностях, которые есть. Загрузка до 100% доходила, да? Понимаете, тут же еще такой момент, вот если говорить в целом и полностью, да, о каких-то сравнениях и так далее, мы говорим о том, что есть конъюнктура рынка, да, и независимо от того, там… Но она сейчас плохая. Да, она плохая для металлургии. В целом, в мире, да. Да, поэтому говорить о том, что, а вот давайте сравним, мы всегда должны накладывать сверху те показатели, которые есть по мировому рынку. Соответственно, если на мировом рынке спад, как-то не стремись, да, то, соответственно, ты не можешь выйти на показатели, когда общий тренд был вверх. Ну, то есть это понятное дело, и понятное дело, то есть и, соответственно, и финансовые показатели, и прочее, прочее. А мы сейчас сталкиваемся с колоссальной проблематикой, связанной с тем, что все это происходит в условиях непризнанной республики. То есть мы как никогда ощущаем сложности этого периода, потому что это экспортно-ориентированный регион, то есть нужно понимать, что внутри республики такое количество металла, ну вот просто некуда девать, да, условно говоря, то есть нет внутреннего спроса. Поэтому, естественно, мы экспортируем это. Поэтому, естественно, все связано с признанием республики, потому что любая сертификация, она подразумевает, что есть общепризнанные документы. Соответственно, непризнанная республика не может выдавать признанные документы. А по металлу это очень просто отследить происхождение металла. Поэтому, если хотите, там черные бумажки подсунуть очень сложно, да. А с учетом того, что... Это понятно, да. Да, с учетом... Вышли из-за... Да, вышли, то есть темпы наращиваются. То есть по последним данным, насколько я знаю, они выходят, контур ВТС выходит там на порядка 10 тысяч грузовых вагонов, которые обеспечивают работу. Соответственно, это очень большие показатели, которые дополнительно дают работу, причем оплачиваемую работу. То есть в этом смысле проблем нет, да. Оплачиваемую работу в ЖД составу, железные дороги наши, потому что все это переводится нашей железной дорогой. То есть, соответственно, запускается эта цепь, которая должна была запускаться. Есть определенная проблематика по каким-то отдельным предприятиям, которые связаны, во-первых, с технологическим процессом, во-вторых, большая проблема, что налаживание поставок это не просто поиск, где можно взять, да, это еще и поиск того продавца, который не боится санкций, который способен поставлять сюда свою продукцию, зная прекрасно, что если об этом узнают, то будут, соответственно, определенные международные проблемы. А они же сейчас как бы санкции так настроены, что вообще можно любого фактически... Да, да, то есть, с учетом последних изменений, они же вступят в декабре только. Ну, я так понимаю, там уже присматриваются к списку предприятий. Вы знаете, вот в этом смысле, мне кажется, нам только легче будет, да, то есть, если раньше там мировые компании, да, ну, там не все, но многие, да, побаивались санкций, думают, а вдруг попадем, а вдруг не попадем, сегодня, очевидно, с принятием Конгресса и подписанные Трампом новые санкции, фактически делают абсолютно всех, которые легально, нелегально сотрудничают с российскими компаниями, фактически под ударом. А речь о чем? Они вступают в силу с декабря этого года? Да, 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 да. Вот, соответственно, то есть, это только для нас шанс, потому что теперь компании... Но многие занервничали. Нет, я имею в виду, что вот теперь, ну, если будет такое, условно говоря, разделение на тех, кому вообще по барабану, и все равно, и они будут и с нами работать, и с кем хочешь работать, да, и те, которые не пойдут ни в легальный сектор экономики РФ, ни в нелегальность. Вот этот, который российское предприятие купил, там часть акции Роснефти, да, то есть они в любую войну, в любые санкции, они работали с теми странами, которые... Ну, то есть такая пиратская компания, международный крупный трейдер, который работает под черным флагом практически. Вот, поэтому, да, действительно, вот в этом смысле, наверное, нам будет чуть полегче. Второе, о чем я хотел бы тоже сказать, и, наверное, это очень общее ожидание общественности Донецкой Народной Республики, то есть если мы говорим о том, что мы уходим от частного собственника, которого мы традиционно называли олигархом, то есть Ахметов, да, и, соответственно, то есть мы, смотря историю его компании, мы говорим о том, что приобретение нового предприятия для него, это означало однозначно закрытие социальной инфраструктуры, то есть если помните, когда... ММК Лича, самый яркий пример. Да, то есть, соответственно, сразу, то есть шефские школы, они ушли, то, что там по продуктам... Агропредприятия отдельно... Слушайте, это же предприятие у Ахметова, которое торговалось, ну, на IPO, правильно, то есть... Да, 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 ну, нет, да. А они не по-другому, такие предприятия не живут. А если я им социалку не замочил, ну, если грубо выражаться, да, то у него просто ниже цены акций, а это плюс-минус пару миллиардов долларов. Пару миллиардов. То, соответственно, сегодня ВТС пока, насколько я знаю, на IPO не идет. Вот. Поэтому, естественно, в том числе, общее ожидание общественности о том, что данный процесс будет сопровождаться не просто запуском предприятия, да, а иными взаимоотношениями между рабочими и владельцами предприятия, потому что в данном случае владельцами предприятия выступает само государство. И в этом смысле... Ну, это понятно, ну, это как бы все понятно. Ну, я же говорю, самый сейчас частый вопрос, который задают на приемах люди, когда заработают предприятия, потому что у них у всех, ну, как правило, на приемах... Ну, я, насколько понимаю, ты говоришь за свой родной город Харциск, и, скорее всего, за Харциский трубный завод, да? Да, но не только, многие же и на шахтах работали и так далее. Я вот за шахты Харциски не совсем понимаю, о чем ты говоришь. Ну, почему Харциски? Люди работали с Харциска на разных шахтах. Я понимаю. То есть, по Харцискому трубному там единственная проблема, что фактически предприятие узкоспециализированное под газотранспортную систему Российской Федерации. Поэтому, если и говорить о запуске этого предприятия, то мы можем говорить о продолжении какого-либо из потоков... Южный, да? Да. Ну, южный поток, и, соответственно, это специфическая такая отрасль. Ну, южного нет-то, там, турецкий. Южного не будет. Он отменен. Поэтому, то есть, по Харцискому трубному заводу это уже проблема не чисто нашей Донецкой Народной Республике, это в целом проблема разрыва кооперативных связей, которые были после распада Советского Союза. Потому что очень многие предприятия, которые расположены сегодня в разных независимых странах, с учетом того, что они в разных странах, да, они не попадают в какие-то определенные заказы и так далее, и так далее, просто по причине того, что они в другой стране находятся. Ну, я думаю, что в потоке трубный завод не возьмут хотя бы по той причине, чтобы потоки под санкции не попали. Они и так там все на волосы. Поэтому, и же, то есть, отдельная специфика по трубному заводу, насколько я ее знаю. Ну, а если говорить по другим предприятиям, то они запущены, которые входят вот именно в этот процесс. Ну, насколько я понимаю, сейчас и производство угля очень сильно. С углем, да. У нас проблема, ну, во-первых, проблема состоит в том, что, опять же, общая конъюнктура рынка, а второе, это однозначно и понятно, что с учетом того, что темпы производства она в целом в металлургическом комплексе снижены, потому что вот этот процесс адаптации идет. Я говорю, из трех печей инакиво запустила только две. Ну, и мы дальше можем говорить об этих же проблемах, да, то, соответственно, и потребление угля внутреннее тоже снижено. Это первое. И второе, чего хотелось бы коснуться отдельно, это то, что, наверное, в будущем, так или иначе, мы придем к мнению, что взаимодействие разных государственных предприятий, взаимодействие ВТС и других предприятий все-таки требует особого детального подхода, который бы позволял не только на основе экономических каких-то отношений, да, но на основе целесообразности в целом развития народно-хозяйственного комплекса их взаимодействие обеспечивать. Либо же административным, либо же административным путем, либо чисто экономическим путем, то есть есть же понимание того, что с одной стороны у нас дилемма это нарастить экспорт этих предприятий в другие страны, ну, по нескольким причинам. Первое, потому что внутреннего рынка нет, а второе, потому что это живые деньги. С другой стороны, есть же общая мировая практика для того, чтобы во внутреннем рынке появилось взаимодействие, необходимо увеличивать таможенные пошлины, которые просто станут автоматически причиной, по которому сначала внутренний рынок, а потом уже экспорт. Поэтому это тоже предмет детальных экономических анализов, которые так или иначе должны подвести к итогу. Потому что, ну, если мы говорим, предположим, о работе там Янатьевского металлического завода, мы должны понимать, что с ним была связана целая цепь предприятий, других, которые... Ну, это понятно. В целом, просто сейчас ситуация такая, что если когда-то состоится или нет республика, зависело от того, там, допустим, удержится ли ополчение, будет ли создан там войска, армия, да, то сегодня она зависит от того, сможем ли мы построить экономику, которая бы обеспечивала этот регион. Спасибо, Евгений, за этот большой подробный доклад. А сейчас мы переходим к следующему вопросу, который связан с международной повесткой. Уважаемые телезрители, мы переходим к международным вопросам. Ну, коллеги, вот за эти несколько месяцев много чего произошло в международной повестке. Что самое актуальное, по вашему мнению, что стоит обсудить? Ну, самое интересное, мне кажется, это то, что в Сирии очевидный сейчас идет тренд на победу Асада, причем она все более и более, как бы, уверенными шагами достигается. И более того, многие участники уже это признали. То есть, ну, что самое главное, да, не только победить, но чтобы все твою победу признали и не оспаривали. Вот сегодня идет к тому, что там уже победа признается. И когда мы... А мы же вот критики такие... А мы возвращаемся всего лишь год назад, да, когда вот всякие блогеры, типа Эль Мюрида, писали о том, что Асаду надо отступить, бросить Алеппо, там, сделать какой-то свой ловицкий анклав и из него отстреливаться, да. И России пора улетать, уходить, уплывать из Сирии. А оказалось, что, ну, как бы, те, кто принимают решения, слава богу, но не такие истерички просто, а просто делают, как бы, свое дело. Ну, мне еще кажется, очень большой фактор международной коалиции, которая сформирована Россией, в частности, фактор Ирана, вот, как бы, иранские формирования изначально был, но... Он был еще и до России, кстати. Он был еще и до России, да. Не, ну и Россия там была до официального участия, поэтому... Но то, что Турцию перетянули, как бы, в нейтральный, да, да, вот сейчас интересно, что и Катар-то, как бы, вышел уже из просаудовского, проамериканского лагеря. Куда он в итоге дойдет, мы еще не знаем. Ну, он точно не будет независимым, то есть, это не такая ситуация. Не такая большая страна. Да, 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 да. И слишком богатая, чтобы быть независимой. Ну, тут, понимаете, то есть, с чем это связано, то есть, один из факторов, почему, в том числе, Сирия приколила свое внимание, это планируемые поставки через Сирию. Да, газопровод. Да, соответственно, то есть, когда сегодня очевидно, что, скорее всего, эта идея накрылась медным тазом, да, то есть, соответственно, и Катару, как одному из очень крупных производителей газа, то есть, ну, он пожил. Ну, они же, получается, соперничали с Ираном. Да, да, да. То есть, чей газ пойдет? Да, да, да. А если они будут, как говорится, в одной лодке, то это уже совсем другая конфигурация. То есть, соответственно, с этим связаны и в том числе подвижки Ирана по разным моментам. Я хочу бы сказать, что, в принципе, это такой серьезный комплекс, да, и по Катару, и попытки поставки жиженного газа из США в Европу, то есть, все это вещи взаимосвязаны между собой и связаны с войной в Сирии, так или иначе. Поэтому необходимо в комплексе рассматривать, то есть, Америка, насколько там, один танкер она поставила, да, уже первую Европу, привалтийская страна приняла. Польша, они же Польшу. А, в Польшу. Польша же хочет быть основным газовым хабом. Да, ну, в общем, куда-то, вот туда, на Балтийское море. То есть, первый, как бы, танкер пошел, соответственно, то есть, ситуация темночная развивается. Нет, ну, как бы, специалисты говорят, что все это, как бы, хорошо и прекрасно, но столько газа у Америки нет для того, чтобы насыть Европу. Нет, там, на самом деле, вопрос не в газе, а вопрос в количестве хабов и танкеров, потому что там это порядка пяти тысяч, то есть, огромный флот. То есть, это политический момент, да, через... Конечно, политический момент. То есть, фактически, если мы говорим о, там, хорошей жизни в Европе, да, то это вот на обывательском уровне, а так, если в перспективу смотреть, то есть, там довольно-таки сложно, потому что... Сейчас Польша рвется в определенные лидеры. Да, а за Польшей... Вы ее стали ставить на место, да, вот высказывали? Да, а за Польшей стоит Америка, то есть, мы вспоминаем конфликт между, ну, конфликты, ромко сказано, между Германией, фактически, германскими экономическими, там, представителями и Америкой, когда Америка начала говорить о том, что... Там конфликт интересов очевидный. Конечно, потому что, то есть, в ситуации, когда у Америки довольно-таки существенные проблемы в целом, да, по миру, то есть, что-то бы госдолга, да, то есть, им нужны какие-то новые возможности. Эти новые возможности, в том числе, это подчинение Европы, да, то есть, Трамп в своей предвыборной там гонке, прежде всего, говорил о производстве американского продукта, да, то есть, это в том числе железный газ, это в том числе ориентация на какие-то закрытые системы, он же вышел из... Ну, как вот это трансатлантическое торговое... Да, 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 то есть, фактически, это новая экспансия, которая для старой Европы, прежде всего, для локомотива, для Германии и Франции, это вызов. Но они в этом плане и, фактически, инструмент в плане реализации политики, и они же эту политику своими деньгами чужую, в чужую выгоду и оплачивают, то есть, как бы... Ну, как бы, вассальная зависимость, они вынуждены... Да, да, то есть, когда Путин смеется... Да, да, он, как бы, я думаю, не просто так это делает, потому что даже Европа, слабая Европа, она пытается отбрыкиваться как можно. Ну, я думаю, шансов никаких, ну, и второе, о чем тоже... Ну, как, ну, если к тебе в карман залазить раз, два, три, когда-то же тебе это надоест, скажем так... Нет, ну, смотрите, вы помните эту ситуацию, когда какие-то там, эти, беженцы изнасиловали женщин, да? То есть, какая реакция у Европы была, у мужского населения Европы? Я не помню, страна или Швеция. Это в Германии была. А, в Германии, да. Они надели юбки. Нет, я не слышал. Да, они надели юбки, там, как флешмоб был, когда мужчина... Поддержки. Знак поддержки. То есть, сегодня Трамп, я так понимаю, совершает примерно то же самое, и я так подозреваю, что его будут реагировать... Теперь они опять штаны снимать будут. Да, то есть, его будут реагировать, ну, примерно таким же образом. Нет, у Меркель уже там какие-то негативные, комплиментарные высказывания делал в ходе предвыборной кампании. То есть, конечно, Америка может добиться того, что в Германии, с учетом того, как все развивается, опять проснутся националистические силы, и они будут период вот этого правления после 1991 года воспринимать как Веймарскую республику. Но пока еще до этого далеко. Я просто плавно хотел перевести к тому, что как еще один важный фактор на международной арене, который... Да, да, вот европоцентризм. Давайте перейдем от европоцентризма к Азии. А это прямо зависимость, кстати, здесь идет. Я у вас сказал или нет? Нет, я хотел сказать о том, что вот лично мое мнение, то есть, давно не было на передаче, но смешно сейчас смотреть на всех тех людей, которые говорили, Трамп наш. Да, то есть, вот эти все катасоновые, вот эти все жириновские, которые пили что-то там и так далее. Ну, я вот сейчас, даже вы не посмотрите, насколько смешно это все выглядит, то есть, на сегодняшний день. Очевидно, что какие-то движущие силы, они, ну, вот, понимаете, в позитивистском ключе, да, то есть, какие-то закономерности есть, поэтому закономерно, что этот империализм ведет к каким-то определенным последствиям. Возвращаясь к американской поиске, а внутриамериканской этой ситуации, да, вот то, что еще лихорадило, ну, особенно активно где-то с июля месяцев начало лихорадие, продолжение гражданской войны, конфедератопад, да, так называемый. Да, это просто повод, это повод, это у них сало, сгилы не москали, а конфедераты просто напротив. Я хотел бы отметить, смотрите, вот нюанс какой, ведь раньше они могли сглаживать вот все эти вещи, и раньше у них в публичную плоскость настолько это не прорывалось до конфронтации. Это не объективное, это не объективное, мне кажется. Я говорю о чем, я говорю о чем, что система американская, политическая, они сильно дают сбой, и вот эти все их внутренние конфликты, которые сейчас выплескиваются на публику, как внутриполитические, как там замена Трампом своих секретарей, там и советников, так и вот этот весь истерика по поводу конфедерации, какие-то эмоциональные заявления в прессе, там, да, выступления каких-то медийных персонажей, которые там то с головой Трампа отрублены, то еще что-то. То есть раньше этого цирка, ну, не было, то есть цирк был во время кампании предвыборной, потом все было более-менее врусно. То есть ты хочешь сказать, что не Украина американизируется, а Америка украинизируется? Ну, это как, знаете, вот такой рок некий, да, вот они эту заразу цветных революций по всему миру распространили, а теперь идет эта технология в уме. Внутри американской разборки внутренних этих элит, она прорывается наружу. Ну, тем не менее, мне кажется, это показатель кризиса. Вот один из показателей. Не, ну, кризис есть, он должен как-то проявляться, они на него пытаются тем или иным способом реагировать, но решение-то как бы, оно же не приходит. Решение все больше и больше подходит к тому, что должен произойти большое перераспределение ролей в мире, а оно происходит Это только война. Это только война, да, большая война. И я считаю, что сегодня большая часть, как бы, политиков, она в мире все равно, так или иначе, по разным причинам пытается избежать этой войны. Я думаю, причина только одна. Это наличие ядерного оружия. Ну, понимая то, что это обломки Старого Мира погребут под собой большинство участия этих политиков. Ну, мне кажется, что всегда же есть угроза взаимного полного уничтожения. То есть... Даже не полная будет, не веселая вещь. Почему вот, обладая значительным перевесом в экономической, в политической, в военной мощи, Америка не наведет порядок с выскочкой больным диабетом Ким Чен Ином, правильно? Несчастный мальчик, больной диабетом. Держит страхи, ну, фактически... Ну, я думаю, в страхе он особо никого не держит, потому что, во-первых... В страхе облажаться, скажем так. Облажаться перед Ким Чен Ином. Я думаю, единственный вариант, при котором здесь идет фактор сдерживания, потому что есть прямой союзник, даже полу-независимый, такая страна, как Южная Корея, которая существенное экономическое развитие имеет. И, соответственно, удар по КНДР в любом случае имеет риск того, что КНДР, как минимум, артиллерийским оружием достанет до Сеула, и это похоронит Южную Корею. И от этого всего выиграет только одна страна. Китайская Народная Республика. Поэтому Америка прекрасно понимает, что у нее как бы вилка. То есть начни дальше давление по КНДР, КНДР жахнет по Южной Корее, А там артиллерия достает. То есть им не нужны баллистические ракеты. И, соответственно, Китай только сидит и ждет. Мне кажется, он даже кинчейну подкидывает. Слушай, ну вот что-нибудь еще сделай. Отмочи что-нибудь. Ну давай, они жахнут по тебе, понимаешь? Вместе с тем Китай троллит с помощью КНДР. А самое главное, даже если они жахнут по КНДР, понимаешь, победить КНДР для Америки, ну это не доблесть. Ну кто такая КНДР? Это не доблесть. А не победить КНДР, это просто показать себя... Я думаю, на самом деле победить КНДР вообще никакой проблемы не составляет. Единственное, что сегодня сдерживает, это то, что Америка прекрасно понимает, что все, что производила Корея, будет производить Китай. И это только усилие... Как бы маджахедов они так и не победили, несчастных. Даже исламское государство, которое в плане военно-стратегической, экономической мощи, это ничто, это, ну, не знаю, блоха, они до сих пор уже лет с ними имеют проблемы. Нет, ну есть как бы вторая проблема, которая существенная для Америки. И, извини, я тебя добавлю, и то в борьбе с исламским государством они нашли союзников, которые выступают в роли пехоты. Подожди, вот я хотел бы что-то здесь сказать, если ты уже затрагиваешь Америку, да, в каких-то военных операциях. Америка сегодня, это вот ни с чем не сравнимая страна в плане военной стратегии. Потому что по каким-то внутренним причинам, я не буду сейчас как бы долго углубляться, ну, потому что не до конца их понимаю, да, они пришли к пониманию того, что терять своих солдат в войне нельзя. И поэтому, когда мы говорим о военном бюджете Америки, когда мы говорим о военных операциях, для них прежде всего это отсутствие человеческих потех. Именно поэтому супервысокотехнологическое оружие, какие-то вот неимоверные вещи, которые они там постоянно изобретают, и так далее, и так далее. То есть именно из этих соображений она, как мне кажется, иногда и сдержит свои военные операции, потому что это неимоверно дорого. Поэтому разбить Корею, в мое отношение, Корея плохое. Это смешная страна, и совершенно она... Мне кажется, ты упрощаешь, упрощаешь. Нет, она смешная, и я так понимаю, что немножко там с людьми что-то не так. Просто они другими свой взгляд на мир. Слушайте, ну вот... Западная пропаганда, в первую очередь, в первую очередь. Да, ты идешь на поводку. Не-не-не, стойте, вот подождите. Мы же должны на каких-то ценностных ориентирах, да, говорить. То есть когда смотришь что-либо о Южной Корее, то есть мы, я не знаю, насколько вы смотрите, да, но вот эти там стандарты по прическам и по велосипедам, то есть я понимаю, если мы говорим об Украине, которая ориентируется непонятно на что, да, и, соответственно, упускает свои возможности, упускает свое развитие, да, то есть КНДР вообще упустила все, что только можно. И когда говорят там, а вот, они сложно, у них есть Китай, у них есть рядом Китай, и если бы была изменена структура, если бы правили другие люди, они уже давно нашли взаимоотношения с Китаем, и стали бы... Да, я думаю, они есть эти взаимоотношения. Нет, вот они просто негласные, не открыты. Нет, услышите, посмотрите на динамику развития Китая. Она сумасшедшая. И посмотрите на КНДР. У КНДР надо понимать, что значительный, скажем так, налог уходит на безопасность. Налог – это в плане усилий, населения и так далее. И давай посмотрим на серьезные результаты. Образование. У них там всеобщее. Давай посмотрим на строительство, на их столицу. Это действительно современный крупный город с красивыми домами, небоскребами и так далее. Подожди, ты хочешь сказать, ты хотел бы жить в КНДР? Подожди, подожди. Давай посмотрим на то, что еще недавно у них регулярно случался голод. И им все помогали, там, то Китай, то Россия, то США и так далее, им гуманитарную помощь. Даже Южную Корею отправляли. Сейчас этого не требуется. Они решили свою продовольственную проблему. И это достижение вот этого режима. При этом они уже сегодня близки к тому, чтобы стать полноценным членом ядерного клуба, чтобы стать космической державой. Я думаю, не дай бог. Ну, в общем, давайте таким образом. То есть это мое мнение – невменяемая страна. Ну, я думаю, что это в какой-то мере под воздействием обывательского мнения и пропаганды. Возможно, не отрицают. То есть по поводу голода и всего другого, мы должны понимать, что и мы разделяем ответственность за то, что там голод, потому что СССР бросил эту страну в 91-м году. Мы же понимаем, что они выжили в этих условиях. Да, выжили. Но это не отменяет ситуацию, что были иные варианты выживания, более цивилизованные, более вменяемые, и они бы могли повторять путь того же Китая. А когда начал Китай свой путь? Не так давно по историческим меркам. Ну, тем не менее, то есть, я еще раз говорю, то есть, как мне кажется, то есть здесь выступать на стороне, там, вот Корея, там, жертва-агрессора и так далее, и так далее, да, она жертва-агрессора, но то, что там происходят внутри плохие какие-то вещи, это тоже не стоит отрицать. И в этом смысле, я думаю, что вполне понятно, что ни одна из крупных стран в мире не будет вписываться, если так хотите, за Северную Корею, понимая, что там вот что-то неадекватное. Ну, они бы и не вписывались тогда, КНР активно участвует в этой планете. Я думаю, КНР это единственный бенефициар в этой ситуации. И Россия защищает. Россия защищает? Нет, она на совбезе могла бы защищать, а она сказала нет. Защищает? Нет, но тем не менее, то есть санкции. Не от санкций, санкции, да, но бомбить не дает тоже. Понимаете, я еще раз говорю, то есть, по поводу бомбить, все прекрасно понимают, что от бомбить только выиграет КНР. Понимаете? То есть, все понимают это. То есть, сегодня для всех экономик мира, самый большой вызов это КНР. Для всех экономик. Для России вообще сумасшедший вызов, потому что это сопредельное государство, имеющее там сколько там тысяч километров границы, с колоссальным населением. Поэтому кто-кто, а Россия прекрасно понимает, что такое усиление Китая. И Америка прекрасно понимает, потому что даже сами уже американские элиты говорят, то есть, 20 лет такого развития, и мы поменяемся местами. Поэтому единственный, кто будет бенефициар реально, это будет Китай. Потому что при уничтожении, там даже частично промышленного потенциала Южной Кореи, потеряет американская экономика. А потеряет европейская экономика, потому что Южная Корея так или иначе, либо на деньги тех, либо производит туда. И все это займет Китай. Это, кстати, может сообществовать завязкой до глобальной войны, в принципе, боевые действия. Потому что реакцию Китая, ну тут сложно предсказать, если откроется США и КНДР, если начнется эта борьба. Поэтому, в принципе, ладно, давайте, мы достаточно углубились в этот вопрос, давайте подводить, наверное, черту уже под ним. Кратко. Кратко. Мир на пороге войны. Так я понимаю. Ну, к сожалению. А причина этому что? Капиталистические противоречия? Империализм. Как и сто лет назад. Да. Ну, мы надеемся, что все-таки здоровые силы и ориентированные на суверенитет силы возьмут вверх. Это против украинских силы? Или тоже мировые? Скажем так, в мире все потеряли свой суверенитет. То есть все находятся под гидой глобализма, под гидой США. Вот если Европа захочет сохраниться в будущем, то там только те силы, которые ориентируются на суверенитет, должны, в конце концов, прийти к власти. И в этом отношении мы будем союзниками, скажем так. Российская Федерация, русский мир тоже ориентированы на внутренний суверенитет, в первую очередь. То есть иначе стать частью этого глобального проекта и раствориться в нем. Как бы ничего хорошего там не ждет ни нас, ни ту же Европу. Они не те же США, как показывают события в США. Но мы надеемся на здравое развитие событий. Несмотря на те глобальные темы, которые мы сейчас обсуждали, хотел бы напомнить, что все-таки сегодня 1 сентября, сегодня день знаний, сегодня десятки тысяч школьников Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики пошли в первый, второй, третий, вплоть до 11 класса. Плюс сегодня начался учебный год в наших вузах. И с этим хотелось бы поздравить как, собственно говоря, школьников, студентов, преподавателей, их родителей, так и всех нас. Потому что образование – это залог нашего будущего. Учение – свет, а не учение – тьма. Как сказал классик. Не я. А на этом все. Всего вам самого доброго. До следующей пятницы, следующей патриотической позиции. Субтитры создавал DimaTorzok